Пион Йеллоу Краун, Пэйня Йеллоу Краун. Желтоголовые пионы, Пэйня, долго не давались селекционерам. Все попытки заканчивались тем, что желтые лепестки быстро становились на солнце белыми. Гораздо позднее, в середине прошлого столетия, удалось, наконец, получить цветок с солнечными бутонами. Об одном из таких сортов и пойдет речь ниже. Пион Йеллоу Краун, Пэйня, Итоу Йеллоу Краун, что это за сорт? Создателем нового гибрида являются ученые страны восходящего солнца, Т. Итоу. Прародителями новичка стали древовидные и травянистые пионы. С тех пор золотые пионы начали свое триумфальное шествие по всему миру. Желтый пион. К сведению. Пион Йеллоу Краун, другое название пион Бортзела, создан на базе двух разных видов, поэтому он не похож ни на одного из них. Новое растение отличается многолетним развитием на одном месте. С годами куст становится более объемным. Если место выбрано удачно, культура будет ежегодно покрываться шапкой желтых бутонов. С целью размножения рекомендуется использовать корневища молодого куста. Растения старше четырех лет лучше не трогать. Корни к этому возрасту каменеют, и их невозможно резать. Краткое описание и характеристика. Желтые пионы довольно рослые. Взрослое растение вырастает почти до метра. Вся надземная часть, стебли, листья, гибрида темно-зеленого цвета. С наступлением морозов она отмирает, влияние вида травянистого пиона. Ярко-желтые бутоны бывают махровые и полумахровые не менее 18-21 см в диаметре. Взрослый куст пиона. Преимущества и недостатки сорта. К преимуществам и то гибрида относят. Пышное цветение. Устойчивость к болезням. Морозостойкость. Дивный аромат. Декоративность в течение всего вегетативного сезона. Недостатки сорта. Расположение бутонов среди листьев, где их не видно. Появление немахровых цветков. Изменение окраса и появление. Узоров на лепестках. Дороговизна саженцев. Использование в ландшафтном дизайне. Цветущий пион ела у краун сам по себе уже украшение любого участка. Использовать его в дизайне можно почти с любыми растениями, только должны совпадать правила их содержания. Использование культуры в ландшафтном дизайне. При создании клумбы или любой другой композиции следует учесть. Этот гибрид многолетник. И занимает много места. Не переносит заболоченности грунта. Любит открытые, солнечные участки, защищенные от сильных ветров. В цветение. Вступает только через третьего, четвертого года. Нуждается в опоре, так как цветки крупные и тяжелые. Обратите внимание. Замечательно будет смотреться одинокий пион на зеленом газоне. По форме бутонов будет хорошо сочетаться с чайными и чайно-гибридными розами. Учитывая разные сроки цветения, последние их сменят. Куст можно высадить в центре круглого цветника и ступенчато по кругу обсадить среднерослыми и низкорослыми культурами, баданом, маками, тюльпанами, нарциссами и т.д. Хорошо смотрятся бордюры и садовые дорожки, обсаженные желтыми пионами. Меняя растения-спутники, можно каждый год получать новый дизайн. Вообще с гибридом можно совмещать огромное количество цветов. Например, в светниках им подходят Лилии, лилейники, флоксы, астильбы, хризантемы, астры, ромашки, петунии, гладиолусы, спиреи, ирисы, Гортензии Выращивание цветка Правильная посадка в первую очередь подразумевает выбор оптимального места. В дальнейшем потребуется правильный уход. Посадка корневыми черенками Корневыми черенками размножаются только молодые экземпляры. Для этого Выкапывается куст Разрезается на части, чтобы на каждом было несколько побегов. Срезы присыпаются толченым углем или порошком корицы. Части сажаются по готовым лункам. В какое время осуществляется посадка? При желании гибрид можно рассаживать весной и осенью. Световоды советуют проводить работы ранней весной до начала вегетации. До зимы растение хорошо укорениться и окрепнет. Обратите внимание. Осеннюю высадку следует завершить до середины сентября. Причины те же, растение должно окрепнуть. Выбор места Желтый пион хоть и объемный куст, но все же трава, поэтому плохо переносит сильные порывы ветра. Также для хорошего цветения, он нуждается в максимальном солнечном освещении. Как многолетник с каждым годом увеличивающийся в размерах, пион елло краун лучше развивается вдали от крупных растений. По этим же причинам его следует изначально сажать в широкую и глубокую, примерно 1 на 1 м, посадочную яму, на большом расстоянии от грунтовых вод. Как подготовить почву и цветок для посадки? Цветок будет долгие годы расти на одном месте, поэтому изначально требуется плодородная почва. Оптимальным для него будет состав из Перегноя компоста, 20-30 литров Древесные золы, 0,5-0,7 кг Минеральных фосфорных удобрений Например, суперфосфата, или сульфата калия по 200 г Смесь основательно перемешивается с выкопанным грунтом Далее выбирается пион для деления и выкапывается Пошаговый процесс Пион осторожно выкапывается Корни освобождаются от земли Корневище делится на части, чтобы каждый кусок корня имел 3 и более почки Процедура посадки пошагово Посадка культуры выглядит так Молодое растение ставится по центру готовой ямы и засыпается землей В заключение грунт возле куста трамбуется, поливается и мульчируется Посадка пиона Важно! Верхние почки нельзя заглублять более чем на 5 см Посадка семенами для селекции Вырастить пион и то, и то, еллоукраун из семян можно, но какой цветок вырастет неизвестно Сортовые признаки почти никогда не сохраняются Сам процесс довольно долгий и сложный Иногда ростков приходится ждать до 5 лет Сами семена следует собрать недозрелыми, в середине августа провести стратификацию Для этого их помещают во влажный субстрат, например, песок, и подогревают до температуры 30 градусов Затем посевы охлаждаются сутки в холодильнике и опять подогреваются При благополучном исходе в конце 3 месяца семена проклевываются Затем они еще на 3 месяца сажаются в торф и выдерживаются при температуре от 5 градусов до 10 градусов Обратите внимание, стимулятор роста поможет лучшему корнеобразованию Саженцы с настоящими листьями выставляются в светлое теплое место до высадки в открытый грунт Уход за растением Первые 3 года растение считается молодым и нуждается в более бережном уходе Это больше относится к подготовке к зимовке Полив и подкормка Кусты всех возрастов нуждаются в регулярном поливе в зависимости от погодных условий Важно! Пионы избыток влаги не терпят Начиная с 3 года рекомендуется вносить фосфорные и калиевые удобрения Самый подходящий период – начало бутонизации Мульчирование и рыхление Полив желательно совмещать с прополкой и рыхлением Рыхление поможет увеличить аэрацию корней, а прополка служит защитой от вредителей и грибковых заболеваний Также придаст кусту эстетичный вид Мульчирование послужит дополнительной подкормкой и не даст влаге быстро испаряться Профилактическая обработка В целях защиты от вредителей и болезней обрабатываются уже сами саженцы Его рекомендуется погрузить на полчаса в раствор Медного купороса Средство Максим Марганцовки Садовые кусты, вернее почва под ними, поливается бордоской жидкостью Защитить растение поможет также правильный уход Цветение пиона и то Йеллоу Краун Первые бутоны на кусте появляются в середине июня Период цветения достаточно длительный Новые цветки на некоторых разновидностях пиона и то, и то от Йеллоу Краун могут появляться в течение одного месяца Цветущий пион Период активности и покоя Культура активизируется с началом весны, в конце апреля На покой кусты уходят с первыми заморозками К сведению Как у травы, жизнедеятельность желтого пиона не прекращается и зимой Уход во время и после цветения До бутонизации нужно внести удобрения, поливать, полоть, рыхлить Высохшие бутоны обрезаются до первого листочка Нецветущие ветки оставляют нетронутыми около месяца На них будут закладываться почки и формироваться бутоны Для большего кущения пасынки на ветках срезаются Что делать, если не цветет? Впервые желтый пион зацветает через 3-4 года Если к этому возрасту не появились бутоны, возможны ошибки в выборе места и неправильном уходе Если вовремя устранить огрехи, взрослый куст увеличит количество стеблей, то есть станет кустистие При появлении в текущем сезоне нескольких бутонов их лучше оборвать Так пион станет гораздо крепче, чтобы радовать цветением в следующем сезоне Пионы после цветения Основная работа по подготовке итоги брида к следующему сезону проводится после цветения в текущем Пересадка Не очень старые кусты, не старше 4 лет, могут служить материалом для размножения культуры В этом же возрасте их можно пересадить на новое место без деления Обрезка Перед первыми заморозками надземная часть пиона обрезается на высоте 10-20 сантиметров от уровня земли Подготовка к зиме Взрослые растения морозов не боятся Их укрывать не нужно Молодые кусты до 3 лет, рекомендуется укрывать До наступления морозов следует присыпать их торфом, опилками, сухой листвой, перегноем, и укрыть лапником, можно укрывным материалом Болезни, вредители и способы борьбы с ними Пион и то елоукроун достаточно устойчив к различным поражениям Однако ненадлежащий уход может привести к тяжелым последствиям Чаще всего культура заражается Ржавчиной Серой гнилью Бурой пятнистостью, кладоспариозом Коричневой пятнистостью, септериозом Корневой гнилью Мучнистой росой Кольцевой мозаикой листьев Болезнью лимуана При обнаружении болезни немедленно рекомендуется собрать пораженные участки и сжечь Иногда приходится уничтожать растения целиком Чтобы этого избежать, помогут профилактические обработки соответствующими препаратами Вредители желтого пиона Тля Жук-бронзовик Галовые нематоды Муравьи Трипсы Хмелевый тонкопряд Бороться с ними поможет мыльный раствор либо обработки инсектицидами типа актелик, фитоверм, конфидор и другие При всей сложности разведения и дороговизни посадочного материала садоводы с большим желанием занимаются выращиванием этого сорта Очаровательный многолетник с лихвой оправдывает все затраты Солнечные, ароматные бутоны навсегда завоевывают сердце Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...